Цель – это прежде всего отрекламировать военную службу по контракту, донести до ребят все возможности военной службы, так скажем, все прелести, ну и обозначить тяжести определенные, то есть это не только какие-то льготы и преимущества, но это и определенные лишения, допустим, по сравнению с другими районами области. В БУЕ достаточно много желающих проходить военную службу по контракту, и так скажем, что в выполнении задания БУЕ преуспевает. Ребята достойные, то есть достойные проходить службу и в специальных подразделениях, будь то, допустим, 331-й парашютно-десантный полк, 1065-й артиллерийский тоже десантный полк, вот, ребята проходят, проходят достаточно, так скажем, надежно, хорошо, вот, все невзгоды там и так далее, тяжести военной службы переносят, ну, то есть ребята достойные, в этом плане все нормально. Я считаю, необходимо, допустим, приходить не на один контракт, то есть не на три года, не на пять лет, вот, вся прелесть контракта начинается уже после десяти, то есть, ну, это, какие плюсы можно в этом плане обозначить. Прежде всего, денежное удовольствие, с 2012 года денежное удовольствие военнослужащих было поднято, вот, оно стабильно, то есть стабильно каждый месяц молодой человек, который проходит военную службу по контракту, будет, соответственно, получать на карточку определенное денежное удовольствие, в соответствии с его званием и в соответствии с его должностью. Вот, следующий момент, это накопительная ипотечная система, что она под собой подразумевает, то есть молодому человеку после прохождения первого контракта открывает счет Министерства обороны, и на этот счет последующие три года Министерство обороны перечисляет определенные денежные средства, в данный момент это где-то 217 тысяч, вот, он в течение трех лет данные средства накапливает, и в дальнейшем после второго контракта может, соответственно, их реализовать, то есть взять квартиру и ипотеку, то есть вот эта сумма, она будет как предварительный взнос в ипотеку, вот, и в дальнейшем Министерство обороны ипотеку эту будет гасить за молодого человека, то есть рассчитано так, что к концу службы молодой человек будет обеспечен жильем своим, именно своим жильем. Вот, следующий момент, это медицинское обеспечение, то есть молодой человек имеет право бесплатно проходить медицинское освидетельствование, медицинское обследование в учреждениях медицинских Министерств обороны Российской Федерации, вот, это и обеспечение, соответственно, вещевым имуществом, вот, где-то, соответственно, в отдельных войсковых частях, соответственно, и питанием, вот, ну и так далее, то есть льгот и преимуществ военной службы достаточно много, вот, ну, нельзя еще, так скажем, умолчать о том, что в конце, так скажем, военной службы, вот, сейчас, так скажем, это 20 лет выслуги, да, вот, молодой человек будет иметь, соответственно, пенсию, и пенсия эта будет достойна. Мы пункты отбора начали свою деятельность с 2012 года, вот, на данный момент пункт отбора, вот, на военную службу по контракту по Костромской области направило бы уже более 2000 человек на военную службу по контракту, вот, это достаточно много для нашей области, будем считать, что она, ну, не очень велика по отношению, допустим, даже к соседним областям, вот, я думаю, что этот результат показателен, и в дальнейшем мы надеемся только на увеличение количества граждан, которые будут желать проходить военную службу по контракту.